Слава о Малаке и Кадыше, который выпадает на период растущей луны в месяце феврале-марте, описана в Брахманда Пуране, в беседе царя Мандхаты и мудреца Васиштхи. Однажды царь Мандхата обратился к мудрецу Васиштхе. «О, самый удачливый, если ты будешь доволен мной и милости в ко мне, то расскажи мне об обете, следуя которому я смогу достичь всего благоприятного». Мудрец Васиштха ответил. «О, царь, сейчас я расскажу тебе о славе и истории великого обета, следование которому одаривает человека всей полнотой блага. О, царь, этот обет зовется о Малаке и Кадыше. Блияние заслуг, приобретаемых благодаря следованию этому и Кадыше, однозначно уничтожает последствия всех греховных поступков и приносит освобождение, а также дает результат раздачи одной тысячи коров». В древности был город, именуемый Вайдишей. В нем жили многочисленные здоровые процветающие брамины – кшатрии, вайши и шудры. «О, царь, сердцем льва! В том прекрасном городе не было ни атеистов, ни грешников. Город был наполнен звуками ведических мантр. В этом славном городе жил праведный и набожный царь по имени Чаитрарадха, рожденный в семье царя Пашабиндуки, принадлежавшего к лунной династии. Царь Чаитрарадха был человеком доблестным, мужественным, великодушным и знатоком священных писаний. Благодаря тому, что все обитатели царства совершали преданное служение Господу Хари, все они жили счастливо. Во всем царстве не было ни одного бедного или страдающего человека. Так прошло много лет, и однажды Амалаки и Кадыши совпал с Двадыши, который приходится на период убывающей луны в месяце феврале-марте. Осознав, что этот и Кадыши приносит великие блага, царь и его подданные решили соблюдать этот и Кадыши, следуя всем правилам и предписаниям. Рано утром, в день и Кадыши, царь и его подданные совершили омовение в реке и отправились в храм Господа Вишну, расположенный на берегу реки. В храме находилось дерево Амалаки, где царь поместил сосуд с водой, а также зонт, одежду, обувь и пять видов драгоценностей для поклонения. После этого царь совершил поклонение Господу Парашурами и Амалаки, поднеся воду, обувь, зонт, золото, бриллианты, рубины, жемчуг, сапфиры и благовония. Затем царь, возглавляемый мудрецами и сопровождаемый подданными, вознес Господу Парашурами следующие молитвы. «О Господь Парашурама! О Сын Ренуки! О пребывающий в сине дерево Амалаки! О Даритель материального наслаждения и освобождения! Я предлагаю Тебе мои почтительные поклоны!» Затем они вознесли молитвы дереву Амалаки. «О Амалаки! О древо, хранящее вселенную! О порождение Господа Брахмы! О разрушительница грехов! Мы предлагаем Тебе наши почтительные поклоны! Милостиво прими наши подношения!» Должным образом поклонившись Господу и Амалаки, царь, сопровождаемый подданными, всю ночь бодрствовал в храме Господа Вишну. Они пели песни и возносили прекрасные молитвы, прославляя Господа и дерево Амалаки. В это время, по воле провидения, в то место пришел некий охотник. Этот охотник находил себе пропитание, убивая разных живых существ. Он вошел в храм, украшенный светильниками скхи, благовониями и другими благоприятными предметами, и увидел, что группа людей бодрствует и прославляет Господа. Он сел рядом с ними и стал смотреть на них. Удачливый охотник получил даршин Господа Дамодары, пребывающего на верхушке особого сосуда, и услышал трансцендентные повествования о Вишну. Хотя охотника мучил голод, он с изумлением наблюдал происходящее и бодрствовал всю ночь, слушая о славе Экадыши. Утром царь покинул храм, и в сопровождении свиты вернулся во дворец. Охотник тоже вернулся к себе домой и довольный поел. Спустя годы охотник оставил тело под влиянием Амалаки Экадыши и в результате того, что он бодрствовал в ночь Экадыши. В следующей жизни охотник стал царем и обладателем бесчисленных слонов, лошадей, колесниц и армии. Охотник родился в качестве Васурадхи, могущественного сына царя Видурадхи, правителя знаменитого города Джаянти. Царь Васурадха был владельцем миллиона деревень. Он был ослепителен, словно солнце, лучезарен, словно луна, могущественен, как господь Вишну, и терпелив, словно мать земля. Царь был правдив, неуклонно выполнял предписанный ему долг и являлся великим преданным господа Вишну. Однажды добрый и щедрый царь Васурадха заблудился в лесу во время охоты. Он смертельно устал и был голоден. Не видя никакого выхода, царь лег на землю в лесной чаще, используя в качестве подушки свою руку. В это время некие млечхи, жившие в том лесу, приблизились к царю и стали всячески его мучить. Считая царя врагом, они пытались его убить. Млечхи думали, что в прошлом царь убил их матерей, сыновей, внуков и вынудил их вести жалкую жизнь в лесу. Предъявляя царю подобные обвинения, млечхи взялись за оружие и стали избивать царя. Однако, к их великому изумлению, оружие не могло даже коснуться тела царя, и потому он не испытывал ни малейшей боли. Испробовав все средства, млечхи опечалились и почувствовали страх. Они не могли сдвинуться с места. В это время из тела царя вышла прекрасная женщина, богато украшенная и умощенная благоухающей сандаловой пастой. Женщину украшала изящная цветочная гирлянда, а глаза ее были красны от гнева. С диском в руке и поднятыми бровями она в гневе набросилась на млечх, намереваясь прикончить их. Спустя мгновение все млечхи были мертвы. Тогда царь очнулся. Увидев эту ужасающую сцену, царь испугался и растерялся. Увидев, что его устрашающие враги убиты, царь изумился и сказал, «Кто тот доброжелатель и друг, что спас мне жизнь, убив моих могущественных врагов? Я сердечно благодарен ему за это благодеяние». Тогда послышался небесный голос. «Кто, кроме Господа Кешевы, способен защитить преданную ему душу? Он единственный защитник своих преданных». Услышав небесный голос, царь еще более изумился, и сердце его переполнили чувства преданности. После этого царь вернулся во дворец и стал править своим царством, словно индра, не встречая никаких препятствий. Мудрец Васиштха продолжил, «Мой дорогой царь, любой, кто соблюдает обет этого священного Амалаки и Кадыши, непременно вернется в обитель Господа Вишну». Так заканчивается писание Амалаки и Кадыши, который выпадает на период растущей луны в месяце в феврале-марте из Брахманда Пураны.